Продолжение следует... Старшее поколение, дети, целые семьи пришли почтить память ушедших героев и рассказать всем об их славных подвигах. Самые страшные бои авиационные с немцами и здесь первую звезду героя Покрышкин получил. Так вот, отец его, так сказать, обмундирование подбирал, когда Покрышкину награждение, а у него старое обмундирование было, он ему подобрал по размеру новое, чтобы звезда героя смотрелась на новую. В 43-м году после освобождения Сталинграда забрали всю группу на фронт. Освобождала Ростовскую область, Мариуполь, Донецк, прошла всю Украину, Польшу, дошла до Берлина. В Берлине еще год оставалась действующая армия, они вывозили оборудование, занимались документацией. Десять лет после войны в КГБ. Это наши дедушки, они воевали. Федор с многочисленными ранениями домой пришел и в скорости после войны умер. А дедушка до 47-го года служил в Советской армии. Это Тарасов Александр Никитович, наш папа, который после войны еще создал большую семью. У наших родителей 10 детей. Поэтому мы счастливы. Всем мир, здоровье. И благодаря нашим, конечно, родителям. Под знакомой каждому аккорды «Катюш» и «Бессмертный полк» начал свое движение по главной улице Станицы. После чего жители и гости района собрались у мемориала «Вечный огонь», чтобы еще раз отдать дань памяти воинам, чьи жизни оборвала война. Поздравить собравшихся с праздником и сказать слова благодарности в адрес ветеранов и тружеников тыла пришел глава Северского района Адам Джарим. «День Победы» по праву относится к самым ярким и торжественным страницам истории нашей страны. Это была победа в войне, ставшей самым суровым испытанием для жителей России и всего мира. С тех пор слово «Победа» мы пишем с большой буквы, подчеркивая тем самым все величие подвига советского народа в битве с фашизмом. В этот праздничный день самые теплые поздравления и слова благодарности мы адресуем прежде всего ветеранам, фронтовикам, труженикам тыла, детям войны. Вы поколение победителей, отстоявших свободу, подаривших мир народам и странам, жизнь будущим поколениям. Мы гордимся, что живем и общаемся с участниками тех героических событий, учимся на их военных и трудовых подвигах, быть преданным Родине, стойкими и мужественными. Со дня Великой Победы прошло 74 года, но живы еще те, кто своими глазами видел все ужасы войны и радость долгожданной победы. С поздравлениями к молодому поколению обратился ветеран Великой Отечественной войны Александр Гусенков. Я ветеран Великой Победы. Хочу поздравить Станечников с этим замечательным Днем Победы нашего народа над фашистской Германией. А вам, дорогие товарищи, хочу поздравить, пожелать добра, крепкого здоровья и всех благ. И желаю всем, всем добра и побольше, побольше добра. Почти в память умерших воинов минутой молчания собравшиеся возложили венки и цветы к вечному огню. Гвоздики у памятников слезы и скорбь. Это лишь одна сторона победы, но есть и другая, с улыбками, песнями и танцами. С самого утра в парке культуры и отдыха Станицы Северской работали инсталляции и фотозоны, выступали творческие коллективы и солисты района. А вечером на площади Дома культуры состоялся большой праздничный концерт. Со сцены звучали фронтовые песни, играл духовой оркестр, а пары кружились в танце. Завершился праздник большим салютом. Улыбки на лицах и взгляды, обращенные в небо. Взгляды, полные надежды на светлое будущее, которое стало возможным благодаря той победе, которую наши деды и прадеды подарили нам в далеком мае 45-го. В день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в поселке Ильском прошла масштабная акция «Бессмертный полк». Поселение она стала народной частью Парада Победы и объединила в своих рядах более тысячи человек. Люди несли портреты своих родственников-фронтовиков, тех, кто ценой своей жизни завоевал священную победу. После праздничного шествия возле мемориального комплекса в поселковом парке состоялся митинг. В митинге приняли участие ветераны, коллективы предприятий, учреждений, общественные организации, школьники, жители поселка. О бессмертном подвиге нашего народа в этот великий день рассказал глава поселка Ильского Николай Головко. Пожелал мира и счастья всем собравшимся настоятель Свято-Никольского храма отец Кирилл. Завершился митинг минутой молчания, после чего жители и гости Ильского возложили цветы и венки к вечному огню. Особую атмосферу празднования Дня Победы создал сизый дымок настоящей полевой кухни. Гречневая каша и хлеб более 74 лет назад эта еда была настоящим угощением. Но и сейчас, вспоминайте годы, стала неизменным атрибутом празднования Дня Победы. На центральной площади состоялась праздничная культурная программа, посвященная 9 мая. Лучшие творческие коллективы исполнили песни военных лет. Особый интерес у жителей поселения вызвала выставка ретро-авто и мототехники. Легендарная Победа ГАЗ-76 и Волга с оленем на капоте. К уникальным экспонатам, которые, к слову, до сих пор находятся на ходу, было приковано внимание как старшего поколения, так и детей. Владельцы техники с радостью разрешали не только сфотографироваться на фоне машин, но и забраться вовнутрь. Рассказывали и об истории этих реликвий. Это ГАЗ-67. Модель 43-го года. А выпуск этой модели 51-й. Она, именно эта модель не участвовала в боевых действиях, но такие уже участвовали. Она у меня третий год. Победа 53-го года, вторая модель. В прошлом году я ее приобрел, тоже у коллекционера. Ну, год, конечно, доводил до ума. Вот это моя любимая машинка. Гуляния на центральной площади поселка Ильского продолжались весь день и завершились в 22.00 праздничным салютом. Праздник со слезами на глазах принято отдавать дань памяти тем, кто сражался за мир. По традиции глава муниципалитета поздравил фронтовиков с 9 мая. В поселке Черноморский по доброй традиции ветеранов собрали задним столом в администрации поселения. Это Михаил Сергеевич Караченцев, Николай Иванович Карев, Александр Павлович Кичик, Анна Ивановна Якушина, Владимир Федорович Акименко и Николай Петрович Мишарин. Спасибо вам. Нет слов, чтобы выразить нашу благодарность, благодарность потомков, которым вы дали жизнь, которым вы дали свободу и которые сегодня радуются и живут благодаря вам. Какой праздник обходится без песен, тем более, если это праздник Великой Победы. Не только твердо выходила из огня, суровая доверчивая Русь, но как-то обходила без меня, а я без тебя не обойдусь. В поселке Ильские поздравления принимали Александра Петровна Бедненко, Мария Францевна Суздалова и Григорий Георгиевич Аленко. Здоровья вам. Огромное спасибо. Вы очень скромный человек, но очень много сделает для победы, поэтому огромное спасибо. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, фронтовики продолжают сохранять бодрость духа. Григорий Георгиевич даже исполнил танец. В львовском сельском поселении Адам Жерим посетил Ивана Никифоровича Шумейко и Петра Матвеевича Герасимова. По звуке любимых песен районный руководитель благодарил ветеранов за подвиги и героизм, пожелал крепкого здоровья. Ветераны не остались в долгу. Петр Матвеевич известен своей любовью к музыке и согласился сыграть на мандолине. В Смоленском сельском поселении поздравления с Днем Победы получили Александр Васильевич Литвинов, Константин Андреевич Ященко и Фаина Аркадьевна Горбенко. В Афипском городском поселении с Днем Победы поздравления на дому получил Владимир Дмитриевич Марковский, обладатель Ордена Красной Звезды и Отечественной войны. В Азовском сельском поселении слова благодарности принимал Александр Кузьмич Гусенков. Александр Кузьмич награжден Орденом Красной Звезды, Отечественной войны 1-й, 2-й степени. А в станице Северска чествовали сразу трех женщин-фронтовиков – Анастасию Петровну Лепа, Валентину Петровну Толкач и Пелагею Нестеровну Шкуратову. С каждым годом их становится все меньше, и наш долг – помнить, кому мы обязаны мирным небом над головой. Решим задачу. Цифровое эфирное телевидение в стандарте DVB-T2 дает 20 телеканалов в потрясающем качестве бесплатно. Спрашивается, как это получить? Решаем первым способом. Берем новый телевизор с поддержкой DVB-T2 плюс комнатная или внешняя дециметровая антенна. Решаем вторым способом. Берем старый телевизор плюс антенна плюс приставка DVB-T2. Правильный ответ. Цифровое эфирное телевидение. Сигнал к лучшему. Рекорд Гиннесса и благотворительность. Такие цели стоят перед этими игроками в регби. Они провели матч на леднике «Восточный ронгбук» в Гималаях. Игровое поле оборудовали по всем правилам. Расположилось оно на высоте 6331 метр над уровнем моря. Этот матч стал самым высокогорным в мире, побив предыдущее достижение, когда игра прошла на высоте 5 119 метров. Установить рекорд оказалось нелегко. На такой высоте в воздухе содержится только 40% кислорода. «Это так тяжело, очень тяжело. Воздуха не хватает. Мы провели самый лучший матч по регби и собрали огромную сумму денег для детей». Регбисты собрали 290 тысяч евро для благотворительного фонда, который помогает ирландским и британским детям-инвалидам, а также детям из неблагополучных семей. В игре участвовали знаменитые регбисты Шейн Уильямс, Тамара Тейлор и другие спортсмены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова